Здравствуйте! Это проект Смотри Хабаровск, студия Олеся Куприна. 21 октября в Хабаровской краевой филармонии состоится мировая премьера сочинения Павла Карманова. Музыка написана специально для Дальневосточного академического симфонического оркестра и солиста Александра Веретенникова. Специальный гость, хедлайнер российской современной классической музыки, композитор Павел Карманов. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте! Мы, конечно же, уже ждем, не дождемся, когда состоится долгожданный концерт. У нас, я не могу сказать, что было много реклама, но было ее достаточно для того, чтобы просто сидеть и потирать ручки. Вот скажите, пожалуйста, как вообще получилась такая коллаборация? Кто к кому обратился и как? Вы согласились? А как я мог не согласиться? Это было предложение прекрасного Александра Веретенникова что-то написать. При этом мне давалась полная свобода. Какое-то количество времени я думал, а потом я работал, и вот прямо непосредственно близко к концерту я успел. Какое-то количество времени? Это вот примерно какое? Мне кажется, с зимы. То есть, можно сказать, что больше, чем полгода. Да. А как вот вы можете тремя словами описать то, что будет в субботу? Ой, ну вообще тут организуется просто мой авторский вечер, что крайне приятно для меня, и в этом прекрасном городе я впервые. И надеюсь, что публике понравится то, чем я занимаюсь. Я вас изучала. Может быть, не сказать, что очень много, но вот что-то я успела, и прошу прощения, что уж не всё. Но, тем не менее, мне понравился такой факт, что вы читать научились обычные книги позже, чем нотный стан. Ну, это вообще бывает с детьми музыкантов. Часто, когда ребёнок первый, что слышит в своей жизни, это музыка, и он довольно рано начинает петь, играть одним пальчиком, ну и так далее. То же самое случилось со мной. Надо сказать, что я сибиряк. Я родился в городе Братск, я жил в Иркутске, в Новосибирске. Ну, и с детского возраста я нахожусь в Москве, где я обучаюсь музыке. До сих пор, в общем-то, обучаюсь, можно сказать. А вот, кстати, вот этот интересный факт. Люди часто говорят, что нужно учиться вот всю жизнь. А музыке, казалось бы, ну вот вы уже вроде бы всё выучили, вы там сочиняете уже. А что там ещё дальше изучать? Ой, ну что вы. Во-первых, музыкальное наследие классической музыки, оно огромное. Его довольно сложно охватить даже за всю свою жизнь, потому что это масса всего. Уж не говоря о том, что в сфере академической современной музыки, авангардной музыки происходит просто много всего. Прямо сегодня рождается новое сочинение. Так что тут поле для изучения и какого-то самоусовершенствования огромное. А я также изучила этот момент, что вот вы вроде как минималист, но слово это не любите. А может быть, не слово, а значение его? Что за диссонанс такой происходит? О том, что слово «минималист» очень часто не любят композиторы-минималисты. Например, ни Филипп Гласс, ни Стив Райх, ни Майкл Даймон не любят это слово. Но, знаете, как вот, если нужно как-то объяснить простыми словами, то вот слово «минималист» нам помогает объяснить, чем мы занимаемся. Мы композиторы, так называемые «минималисты». У нас есть несколько человек в Москве, где-то еще есть, наверное, и мы представляем из себя такое вот российское крыло этого авангардного течения. Скажите, а что вы слушаете, вот, может быть, перед концертом вы вообще что-то слушаете? У вас есть вот такое желание, что вы просыпаетесь, да, и включаете что-то? Потому что я вот, например, приведу типичный пример девушки, да, мы просыпаемся, включаем музыку, заряжаемся, танцуем, и она бывает абсолютно разная. Это может быть и рок, и какой-нибудь R&B, а может быть и классическая музыка в зависимости от настроения. А вот композитор, вот он просыпается, ему нужна тишина или все-таки вот подо что-то нужно жить? Ой, ну, сначала, когда проснулся, можно подо что-то и пожить, но потом действительно нужна тишина. Ну, надо сказать, что я даже иногда работаю, когда у меня бормочет телевизор, мне это не мешает. Так что все нормально в этом смысле. Потому что вы полностью погружаетесь вот в этот процесс? Да, ну, знаете, сидишь перед компьютером, и действительно все остальное уходит на задний план, и концентрируешься на работе, на придумывании звуков, музыки, аккордов, мелодий, гармонии и всего такого. А как приходит, я сейчас не про конкретное вдохновение, а вообще вот вы сидите, вы что-то читаете, вы, может быть, телевизор смотрите, и вот что-то в голове возникает такое, и вы чувствуете, что вот она, пошла мелодия. Как это происходит? Какой-то нужен импульс, нужно иметь какое-то очень хорошее расположение духа, хорошее настроение, желательно с утра, и вот так вот присыпаешься и начинаешь себя готовить. Пьешь кофе, о чем ты думаешь, и вот в какой-то момент, если повезет, то возможно ухватить какую-то частичку вдохновения и, значит, что-то воплотить, какие-то свои идеи. А вот в какие моменты приходило вдохновение на музыку, сочиненную специально для нас? Ой, я даже не знаю, я думал, слушал, размышлял, наигрывал что-то в течение длительного времени, что-то отбрасывал, но в итоге остановился вот на этом материале, который я закончил, и мы будем показывать завтра здесь. Также очень интересен тот факт, как вы переходили от одного инструмента к другому. Начинали вы с флейты, которую нечаянно забыли в транспорте, да? Ну, дело в том, что я действительно в восьмилетнем возрасте поступил в центральную музыкальную школу при консерватории в Москве, и поскольку мне не удалось поступить на фортепиано, был конкурс, и, скажем так, место пианиста в этот год занял мальчик, папа, которого поставил в школе огромный бюст Ленина в фойе. А я вот не поступил на фортепиано, но мне удалось подсуетиться, и с помощью моих знакомых, друзей, друзей моей мамы, Олега Худякова, прекрасного флейтиста, я поступил в СМШ вот именно на флейту. В восемь лет я учился на флейте, потом я вот, к большому своему сожалению, потерял в электричке, год учился на контрабасе, но так или иначе, я все равно готовился быть композитором, теоретиком, музыковедом, вот по этой как бы дорожке идти. И с девятого класса я уже стал обучаться теоретическим дисциплинам в школе, потом я служил в армии, между прочим, и потом я уже закончил консерваторию. Я, кстати, повыписывала некоторые ваши цитаты из интервью, мне просто так это интересно. Я так поняла, что это до армии случилось, вы работали, и у вас были пререкания с идиотом-дирижером, цитата. Это в армии их раз было. В армии. Ну, вообще, вы знаете, идиот-дирижер – это такое распространенное явление, но в армии, надо сказать, что были максимально идиотские дирижеры, не хотелось бы никого обижать, тут, конечно, есть там, и прекрасные люди тоже. Но вообще сама идея дирижировать военным оркестром, для меня она чуждая. Но вот, кстати, в армии я на флейте тоже два года просвистел с большим успехом. А как происходит вот момент, когда вы понимаете, что сработаться очень тяжело, дирижер – идиот, что делать дальше? Ругаться как-то самому, выходить из ситуации, что делать? Ну, если говорить про армию, то ничего не делать, приходится подчиняться обстоятельствам. Но я должен сказать, что ведь в последнее время есть такое движение, которое говорит о том, что дирижер – необязательная фигура. В Москве возродился прекрасный ансамбль под названием «Персим Фанс». Петр Айдузу им руководит в Москве. И вот как раз это оркестр без дирижера, оркестр единомышленников, которые, прекрасно глядя друг на друга, исполняют сложнейшие партитуры. А вообще важны отношения личные в коллективе? Если вдруг что-то не складывается, оно тогда и в работе не сложится? Или же все-таки есть возможности взаимодействия? Не, ну, конечно, хороший климат в коллективе всегда – это очень важно. С одной стороны. С другой стороны, это все работа. Приходишь и вне зависимости от чего-либо выполняешь то, что ты умеешь. А что насчет личных предпочтений в музыке? Я вот уже спросила, как вы с утра проводите время, что слушаете? И вот все-таки, что у вас такое популярное в вашем плейлисте есть? На сегодняшний момент? Да. Ой, это очень много разных произведений в разных стилях. Начиная от какого-то джаз-рока и кончая сложнейшими современными авангардными партитурами и сочинениями. Все, что угодно. Мало того, я иногда в некоторые моменты своей жизни люблю и поп-музыку. Обожаю джаз. То есть абсолютно нет никаких границ в познании музыки мною. И вообще рекомендую всем как можно более широко воспринимать музыку и к ней относиться, не знаю как. С интересом. С интересом, да, наверное. Я сегодня неспроста в этой футболке услышала, что вам еще и группа ACDC нравится. И вообще сложно представить, что вы человек, который занимается классической музыкой, вдруг переоденется, сделает вот так вот и пойдет на концерт какой-то. Ну, в детстве, знаете, что попалось, то и слушаешь. Я был в свое время очень сильно удивлен, когда я услышал ACDC. Но на сегодняшний момент я, например, являюсь участником прекрасной московской рок-группы «Вежливый отказ». То есть каким-то образом моя любовь к рок-музыке, которая была еще в юном возрасте, вот воплотилась в такой рок-действительности сегодня. А вот сколько нужно композитору на адаптацию в городе? Когда вот вы приезжаете, да, тем более, ну, Хабаровск, ну, честно, он находится далеко от Москвы, и лететь не так-то просто. И вот эта разница во времени, а тут еще и климат другой. И вот все равно же наверняка необходимо какое-то время для того, чтобы себя почувствовать в том самом приятном расположении духа, для того, чтобы отдаться полностью концерту. Ну, расположение духа больше нужно для сочинения музыки на концерте. Это тоже такая уже работа, довольно рутинная. Вот, но тем не менее, вот, что, я же не знаю, что вам сказать. Но есть у вас какие-то способы приведения себя, скажем так, в порядок? Вот вы привезли кофе. Да, сигаретка. Зарядка? Зарядка в меньшей степени, в большей степени кофе и сигаретка. Ну, что-то такое. Ну, я же не собираюсь тут работать. Ну, да, но все равно, знаете, несколько дней вы, получается, после концерта сразу улетаете, уезжаете? Как это будет происходить? А вот люди, которые приходят на концерты, есть такие же, как и я, которые не особо разбираются в музыке, но им просто нравится там проводить время. Вот есть ли у вас какие-то, ну, не то чтобы советы, рекомендации, наверное, просто вот обратить внимание на что-то, возможно, нам необходимо? Вот мы пришли на концерт, просто мы погружаемся и слушаем, или же вот как-то по-особенному нужно проводить это время? Ну, вот эти, музыка же разная бывает. Если вы слушаете баха, это одно, если вы слушаете что-то авангардное, это другое. И во всем я рекомендовал бы найти какие-то свои какие-то приятные вещи, какие-то мелодии. Ну, в общем, надо слушать внимательно и не тыкать в телефон при этом. И не забывать выключать звук. Звук надо выключать обязательно. А это сильно сбивает музыканта? Или как это происходит? Вот почему? Я знаю, что вот, например, в театрах это просто как вот некрасиво. Музыканты это не собьет никогда. Это просто помешает публике, которые рядом сидят, и они будут отвлекаться от музыки. Это неправильно. А что насчет вот аплодисментов? Вот очень часто говорят, что есть же целое правило, да, по которым необходимо хлопать. Потому что вот когда полностью уже заканчивается, да, партия, то тогда можно поблагодарить. Иногда вот аплодисменты врываются как-то не вовремя. Ну, просто многие люди хлопают между частями, чего делать не стоит. Хлопать имеет смысл только тогда, когда уже очевидно, что дирижер палочку повесил, и, значит, можно хлопать. Но я вообще люблю такие концерты, редко очень бывает, когда вообще нет никаких аплодисментов, и все вот в этом состоянии расходятся по домам. А почему вы так любите? Потому что, мне кажется, аплодисменты немножко нарушают вот ту святость, которую мы создаем во время музицирования. Но аплодисменты – это ведь способ выразить свою благодарность? Да, мне это всегда приятно, безусловно. Но в некоторых случаях хочется, чтобы их не было. Чтобы люди ушли домой вот с этим состоянием, которое они получили на концерте. Ну, это редко бывает в некоторых случаях. В основном, конечно, всегда хлопают. На какой концерт вы бы с удовольствием сходили вот в ближайшее время? Где имеется в виду? Да где угодно, вот с целью просто отдохнуть, наполниться. Вы знаете, я, наверное, схожу на концерт моего друга-саксофониста Аркадия Пикунова, который сейчас много выступает в разных коллаборациях. Вот, например, так. Или на прекрасную певицу Алису Тен. Тоже я пойду, наверное, в ближайшем будущем. Но это все в Москве. Теперь хочется поговорить вот о музыкальной школе. Сейчас очень много появляется школ каких-то коммерческих, помимо того, что нам предоставляет государство. И родители, наверное, сейчас как ни когда понимают, насколько еще вот это параллельное музыкальное образование, оно тоже необходимо для того, чтобы мозг всецело развивался. А вот вы как думаете? Не, ну считается, что музыка действительно помогает мозгу хорошо варить, делает человека разносторонним каким-то. Да, это полезно во всех смыслах. И я рекомендую заниматься музыкой. Помните ли вы свои годы, когда вы учились? И вот, например, чего вам там не хватало, и чего вы бы хотели добавить? Ой, нет. Вы знаете, я учился в лучшей школе страны, и потом в лучшей консерватории страны, а перед этим еще в лучшей армии страны. Так что все у меня было лучше, и поэтому что-то пожелать самому себе было сложно. Это были лучшие учителя и прекрасные одноклассники. Ну и теперь перейдем снова к нашему дальневосточному симфоническому оркестру Александру Веретенникову. Что вы можете о них вообще сказать? Вы же наверняка как-то изучали про нас что-то для того, чтобы создавать... Нет, я просто знаю, что это прекрасный оркестр, и испытываю какое-то предвкушение, удовольствие, которое получу на концерте. Но, видимо, я тоже буду принимать участие в музицировании, где-то на рояле что-то буду помогать. На сцене прямо. Нам почему-то казалось, что это обязательно будет, а вы сейчас говорите, что, может быть, буду принимать участие. Нет, я буду, это уже очевидно, потому что там необходимо сыграть партию рояля. Спасибо вам большое за это небольшое интервью, но мы благодарим, что вы приехали к нам в студию после перелета, и будем вас ждать здесь снова. И, конечно же, собираемся на концерт. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. У нас в гостях был композитор Павел Карманов, а это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. Хабаровск.тв.ру Я, Алиса Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»